Как пройти тест на коронавирус в домашних условиях? Шаг 1. Налейте вино в бокал и попробуйте его понюхать. Шаг 2. Если вы почувствуете запах, выпейте и посмотрите, сможете ли вы почувствовать вкус. Шаг 3. Если вы чувствуете запах и вкус вина, вы можете сделать вывод, что, скорее всего, у вас нет COVID-19. Так шутят белорусы. А теперь поговорим серьезно. Привет, меня зовут Яна, и я расскажу вам про новые рекомендации, появившиеся в связи с приходом второй волны коронавируса. В Беларуси так и не был введен карантин. Однако Минздрав признал наличие второй волны коронавируса и на некоторые ограничения все же решил пойти. Также Минздрав изменил некоторые критерии, касающиеся карантина. Например, контактами первого уровня считаются те, кто имел тесный контакт с заболевшими в течение 4 дней до и 10 дней после появления у него симптомов или сдачи им анализов в ситуации, когда болезнь проходит бессимптомно. К контактам второго уровня относятся дети в возрасте до 10 лет, которые ходят в сады и школы, и у которых был контакт с человеком, имеющим инфекцию COVID-19 с симптомами или в бессимптомной форме в течение стандартного срока. Минздрав предоставил новые рекомендации по работе в условиях эпидемии. Рекомендуется организовать ежедневный входной фильтр на массовые мероприятия и в места скопления народа, что позволит не допускать к участию в работе, тренировках, спортивных и иных мероприятиях людей с признаками респираторной инфекции. При масочном режиме маски рекомендуется сменять не реже одного раза в два часа и пользоваться средствами дезинфекции. Отмечается важность соблюдения социальной дистанции между работниками, обслуживающим персоналом, спортсменами не менее полутора метров. В местах массового скопления людей необходимо нанести соответствующую сигнальную разметку. Кроме того, Минздрав разработал ряд рекомендаций, в числе которых перевод максимально возможного количества людей на удаленку. Также в Минске с 12 ноября введен масочный режим, который уже действует в шести регионах. Больницы массово готовят к перепрофилированию под прием пациентов с коронавирусом. Между тем известно, что задержанные по несколько дней находились в антисанитарных условиях. Число людей в камерах СИЗО превышало норму в десятки раз. Были среди них люди и с подтвержденным диагнозом COVID-19. В Беларуси продолжаются аресты медицинских работников, а в это же время обостряется ситуация с эпидемией. Официальная статистика по коронавирусу в Беларуси по-прежнему занижена в разы. Из последних новостей. Три торговых центра в Беларуси, галерея Минск, Мома и Гродненский Олд-Сити присоединились к флешмобу «Надень уже эту маску». А тем временем было объявлено о рекордном с начала пандемии и количестве случаев коронавируса за сутки. Мы продолжим информировать вас про ситуацию в Беларуси, в стране, которая официально не признала эпидемию коронавируса. Подписывайтесь на наш канал и страницы в социальных сетях.